Добрый вечер! Вы смотрите Давича. Меня зовут Светлана Халявина. И впереди у нас с вами целый час новостей города и области. За это время в студии побывают гости. Сегодня мы ждем представителя налоговой службы и центра стандартизации метрологии сертификации. Итак, давайте начинать. Вот главная тема выпуска. А был ли мальчик? Кировчан все больше пугают рассказы о серийном маньяке-увийце. Сообщений о происшествиях в Парке Победы за минувшие сутки по телефону 02 по другим телефонам полиции не поступало. Ваня прямо в подвале. Почему в одном из домов Кирова техническое помещение напоминает парную? Все везде. Двери все сырые. Вот видите, все сырое. Домофон не держит, потому что все сыро. Письмо английской королеве. Актеры театра на Спаское отправили просьбу Елизавете Второй описать портрет настоящей принцессы. В начале выпуска напомню, сегодня в нашей группе ВКонтакте Девятка ТВ Киров. С самого утра идет опрос. Мы предложили кировчанам высказать свое мнение. Считают ли они продукцию и услуги в Кирове качественными? Варианты ответов были такими. Да, предпочитаю отечественного производителя. Нет, плачу только за импортные. И третий вариант. Произвожу продукцию и услуги сам. В комментариях также можно было оставить свой вариант. Результаты мы обсудим чуть позднее в эфире с экспертом, так что вы еще успеете проголосовать. Ну а пока перейдем к новостям. Опровергли слухи. Следователи и полицейские просят кировчан не распространять ложную информацию о маньяке, который якобы орудует в Кирове. Напомню, впервые такая версия появилась 5 ноября после убийства молодой девушки в одном из домов на улице Московской. А массовому обсуждению эта тема о маньяке подверглась в минувшей ночью после публикации постов в социальных сетях. Обо всем по порядку расскажем в сюжете. Это то самое сообщение, которое накануне вечером взбудоражило сотни кировчан новостью о том, что в Кирове в Парке Победы была зарезана девушка. За несколько минут пост набрал десятки комментариев. Однако сегодня полицейские информацию об убийстве опровергли. «Сообщений о происшествиях в Парке Победы за минувшие сутки по телефону 02 по другим телефонам полиции не поступало». Не подтвердили правоохранительные органы и слухи об орудующем в Кирове маньяке. Напомню, впервые упоминание о нём появилось после убийства студентки на Московской 121-01. Происшествие случилось 5 ноября. Неизвестный мужчина нанёс колото-резаную рану 23-летней девушке. Как сообщили в Следственном комитете, это преступление не носит признаки серийности. «У следственного управления нет сведений о совершении аналогичных преступлений на территории города Кирова и Кировской области. Кроме того, в производстве следователей следственного управления не имеется уголовных дел о совершении аналогичных преступлений одними и тем же лицом». Однако в социальных сетях продолжают обсуждать тему с маньяком. Люди беспокоятся за свою безопасность. Появился вопрос, о сколько сотрудников правоохранительных органов охраняют покой кировчан в вечернее время. На этот вопрос полицейские сегодня также ответили. «Ежедневно заступают на охрану общественного порядка более 40 нарядов сотрудников полиции и около 100 дружинников». «В наряде сколько человек?» «Ну, как правило, парные наряды два, может быть, три». Однако кировчане на полицию не надеются. Опять же, в социальных сетях предлагают свои способы защиты. Обсуждают, как действовать в опасной ситуации или если просто страшно возвращаться домой в тёмное время суток. Специалисты считают, что лучше всего в такой ситуации воспользоваться так называемым мобильным сопровождением. «Если вы возвращаетесь поздно, например, ну, там, Парк Победы тут же, да, или ещё где-то какие-то страшные места, самое разумное будет, ну, по возможности, конечно, попросить вас встретить кого-нибудь, но если такой возможности нет, то вы просто набираете на телефоне номер, скажем, там, мужа, брата, сына, то есть человека, который в случае чего сможет вам помочь, и пока идёте до дома или куда вы собирались, вы разговариваете с ним. Мы называем это телефонное сопровождение, это очень помогает. То есть вы идёте и буквально рассказываете, что вы делаете, что вокруг вас происходит, например. Ну, вот я нахожусь во дворе школы 28, иду через неё, тут никого нет, и вот как-то передо мной стоит какой-то мужчина, он на меня подозрительно смотрит, что он делает. Давай я с тобой поговорю, пока вот я иду». Тем временем расследование уголовного дела по факту убийства на Московской продолжается, подозреваемый пока не найден. Однако в МВД по Кировской области сообщили его приметы. Это молодой человек до 30 лет, рост 170-180 сантиметров, 5 ноября был одет в чёрный глянцевый пуховик. У кого есть какая-либо информация о человеке на фото, просьба сообщить в полицию. МХЗ штурмовали. Сегодня днём появилась информация, что у здания биохимзавода работают бойцы ОМОНа и СОБРа. Некоторые жители Кирова сразу предположили, что это был рейдерский захват. В полиции официальных комментариев не дали. Около 4 часов дня представитель пресс-службы областного ОМВД ответил, цитата, «Информация ещё не согласована с начальством». Известно только, что оперативные действия проводились в рамках возбуждённого уголовного дела по статье 165 «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием». Тем временем сейчас сотрудники полиции больше сосредоточены на подготовке к своему профессиональному празднику. Сегодня, например, на Театральной площади прошёл традиционный публичный инструктаж в присутствии первых лиц города, области, а также руководству ОМВД. Особо отличившиеся получили памятные награды, а широкой публике несколько десятков полицейских показали отточенные до совершенства навыки задержания преступника. Всё это увидела наша съёмочная группа. Далее сюжет без комментариев. По улице Воровского движется угнанная автомашина ВАЗ-2909 серого цвета. Необходимо срочно остановить данную автомашину. Водители автомашины различными способами пытаются уйти от преследования. Уличная скорость. К преследованию преступника подключается второй экипаж ДПС. С соблюдением мер личной безопасности. Благодаря профессионализму и сложенным действиям сотрудников ДПС Водитель остановлен и задержан. Особо хочется поблагодарить членов общественности за тот вклад, который вы вносите в охрану общественного порядка на территории города Кирова. Ещё раз поздравляю вас с наступающим праздником. Всех благ вам, здоровья и успехов. Дежурил уже пятый год. Выходим на дежурство совместно с сотрудниками полиции. Осуществляем охрану общественного порядка. И довольно-таки заметно, что преступность уличная снизилась. И я считаю, это дело нужно, тем более это безопасность граждан. Направо! Шагом! Марш! Имущественный налог за прошлый год нужно оплатить до 1 декабря. Об этом напоминают в налоговой службе региона. Поясню, что имущественный – это налог на квартиру, дачу, гараж, землю и транспорт. Оплатить налог можно традиционно, с помощью квитанции, придя в инспекцию или банк, а также онлайн. Анна Стефаненкова продолжит тему. Любой гражданин должен выплачивать имущественные налоги своевременно. Для этого нужно прийти в налоговую службу и воспользоваться услугой «Электронная очередь». Электронная очередь, система электронной очереди, где есть очень много государственных услуг. Их 15. На сегодняшний момент больше. Ходовая госуслуга сегодня – это имущественные налоги, потому что они сегодня имеют преимущество. Да, и наступает срок. Срок уплаты, все получили уведомление. Все получили уведомление, соответственно, уплата. Есть еще очень хорошая госуслуга – это по предварительной онлайн-записи. То есть, это налогоплательщик, не уходя из дома, соответственно, записывается онлайн-запись, приходит в налоговый орган, набирает свой пин-код, и, соответственно, мы его приглашаем по времени, по которому необходимо, и к этому он пришел. Это те, кто хотят прийти и физически в контакт что-то идет. Выбрать физический контакт, общение с сотрудниками налоговой или же воспользоваться личным кабинетом на сайте Федеральной налоговой службы – дело самих жителей города. Не выходя из дома, используя личный кабинет, посмотрите сумму налога и, собственно говоря, произвести оплату, если вы там зарегистрируете. Есть такие сервисы. С такими сервисами познакомили губернатора области Игоря Васильева. Сотрудники рассказали, сначала нужно зайти на сайт налог.ру, получить уведомление в электронном виде и оплатить налоги онлайн. Однако пренебрегать оплатой не рекомендуется, так как она напрямую связана с уровнем жизни граждан. Говорят, те налоги, о которых мы сейчас говорим, это налоги местные, которые остаются здесь, на территории. И на эти налоги формируется в том числе дорожный фонд, строятся дороги. На эти деньги, в том числе, ремонтируются больницы, школы, поликлиники, создается социальная инфраструктура, в которой мы все живем. В этом году оплатить налоги нужно до 1 декабря. Однако многие кировчане уже обнаружили изменения в стоимости имущественного налога. Сейчас он исчисляется из кадастровой стоимости, то есть приближенной к рыночной. Все налогоплательщики и заинтересованные лица, по сути, должны понимать, что несмотря на то, что определение кадастровой стоимости выполняла кадастровая палата, к сожалению, не учитываются некие индивидуальные характеристики объектов, которые по логике вещей используются, когда речь идет о государственной кадастровой оценке. В том случае, если гражданин не представит уведомления на налоговую службу о выбранном объекте, то налоговый орган самостоятельно определит его. Результаты гражданин может оспорить в суде. Рядом хибара и рядом элитный объект. Понятно, что в массовой оценке они идут одинаковые. Понятно, получается социальная несправедливость. И в этом случае вот и говорится о нарушенных правах и обязанностях правообладателя. Познакомиться с системой исчисления имущественного налога можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы или посетив дни открытых дверей, которые состоятся 10 и 11 ноября во всех инспекциях области. Там же жители города смогут задать сотрудникам все интересующие вопросы. Анна Стефаненкова, Даниил Кочкин, Бюро новостей и Дайвича. Коснулись изменения налогового законодательства и владельцев авто. Как именно и как решать те проблемы, с которыми сталкиваются налогоплательщики? Об этом и не только спросим нашего гостя, а начальника отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области Евгения Петровича Кузнецова. Евгений Петрович, добрый вечер. Добрый вечер. Возвращаясь к тому материалу, который мы увидели, там было сказано, что собранные налоги остаются в регионе. Это так? Совершенно верно. Именно транспортный налог, он поступает в областной бюджет, а земельный налог и налог на имущество физических лиц поступают и в местные бюджеты. Именно в бюджет той территории, где находится имущество. Тогда получается, что вам, как налоговому органу, невыгодно, чтобы налогоплательщики уходили в другой регион. Правильно? Ну, логично же получается. Почему тогда у нас жалуются наши, ну, в основном юридические лица, что настолько жесткая стала налоговая политика, что приходится даже перерегистрироваться? Ну, видите, перерегистрация, она не влияет на уплату налога, на имущество, я имею в виду. Имущество находится на территории Кировской области. И поэтому, раз налог на имущество, это уплачивается в бюджет, ну, в частности, налог на имущество организации, он уплачивается в областной бюджет. И, соответственно, делится пропорционально, 20% идет в областной бюджет, 80% уплачивается в местные бюджеты. Ну, то есть все равно в регионе остается? Да, в регионе остается, в любом случае. Так что перерегистрация налогоплательщика никак не влияет на уплату имущественных налогов. То есть граждане должны быть сознательными и понимать, все денежки, налоги уплаченные, останутся и пойдут на нужды регионам. Да, конечно, конечно. Вот не так давно, буквально несколько месяцев назад, правительство области и ЗАГС собрания опубликовали проект бюджета. Этот бюджет профицитный, то есть доходы должны у нас превысить расходы. И вот ответственные лица заявили, что они сделают это за счет налогов. То есть большая часть нашего бюджета – это будет сбор налогов. Наши руководители областные пообещали, что чуть ли не больше 40%. То есть это что, ужесточится налоговая политика, законодательство поменяется? Ну, на данный момент изменений по налогам на имущество, налог на землю, транспортный налог, на данный момент их нет. И не предвидится? Ну, может быть. В последний месяц ноября будут внесены какие-то изменения. Возможно увеличится ставка налога. То есть такое возможно, но пока еще вы… Пока нет. Рано еще об этом говорить. Хорошо, если говорить ставка, если повысится, понятно, за счет чего будет больше налог. А могут ли ужесточиться рычаги, будем так говорить, собираемости? Как вы собираетесь налоги? Приходите, стучите в дверь? Ну, налоги мы собираем, если касаться налогобожения именно физических лиц, то к нам поступают данные от органов Росреестра о всех фактах регистрации имущества. По этим данным мы начисляем налог. Вот. Далее налоговое уведомление мы рассылаем гражданам. Если он подключен к личному кабинету, мы направляем налоговое уведомление в личный кабинет. Если он не подключен к личному кабинету, мы направляем по почте заказным письмом по месту регистрации гражданина. А далее указываем налоговое уведомление срок уплаты. То есть имущественные налоги с физических лиц нужно заплатить не позднее 1 декабря. В том случае, если уже гражданин не уплачивает в этот срок, мы уже применяем все меры взыскания. То есть направляем в начале требования. Если по требованию не отреагировал гражданин на наши требования, далее уже обращаемся в суд и по решению суда далее уже идет взыскание через службу судебных приставов. Раз уж вы коснулись темы, каким образом граждане получают уведомления, вот у нас есть такой случай, значит, что делать, например, если мне приходит уведомление оплатить налог, а имущество уже не мое. Вот у нас в частности есть вопрос конкретный, да, пример. Почему, продав 7 лет назад дачу в Кирово-Чапецком районе, и уже лично человек съездил в налоговую инспекцию, да, там до сих пор, ну, отметился, а письма, ну, будем так назвать, письма счастья идут до сих пор. Вот как быть в этой ситуации? В этом случае, когда приходит налоговое уведомление, к налоговому уведомлению прикладывается заявление. Заявление о том, что если с чем-то в налоговом уведомлении в расчете не согласен налогоплательщик, указаны какие-то неверные данные по его объектам, он заполняет это заявление к налоговому уведомлению и уже любым удобным способом направляет в налоговую инспекцию. Бывает такое, вот говорит, человек пишет, все, приехал, прям вот ногами пришел, и все равно продолжает приходить уведомления. В налоговую инспекцию приходил. Бывает, сбой системы, может, какой-то. Видите, как бы сведения у нас ежегодно представляют от рекорганов, вот, и возможно... А, то есть вы сами не можете корректировать? Нет, нет, конечно. То есть получается... Мы начисляем именно по тем данным, которые к нам приходят от рекорганов. Может, тогда кировчанам правильнее приходить, вот, не в налоговое, в другое место, чтобы данные точно изменились? Ну, в принципе, тут без разницы, куда может прийти гражданин, может прийти в налоговую инспекцию. Для этого специально существует это заявление, по которому налоговая инспекция будет уже запрашивать рекорган о данных, которые указаны в налоговом уведомлении. Если говорить о том, что все хорошо, уведомление пришло, имущество все мое, но ошибка в начислении, что делать тогда? То же самое, то же самое, как бы заполняет вот это заявление к уведомлению и отправляет в налоговую инспекцию. Ну, вот смотрите, например, вот лично я, все, я сознательный гражданин, плачу налоги исправно, вот получила в этом году уведомление за транспортный налог 30 рублей. Я понимаю, что ошибка в мою пользу, я вроде бы должна похлопать в ладоши. Да, но я увидела, то есть данные верны, данные автомобиля указаны правильно. Ошибка в лошадиных силах, то есть, вероятно, программа, которая рассчитывала, что-то не то внесла. Вот каким образом поступать таким людям? Сначала оплачивать, а потом будет перерасчет или наоборот? Ну, вот вы как бы сказали, ошибка в лошадиных силах. Данные мощности автотранспорта к нам приходят с органов ГИБДД. У вас записаны они правильно? Ну, то есть все хорошо, в личном кабинете указаны правильно? Ну, бывает так, вероятно. А в налоговом уведомлении ошибка была, да? Да, ну, это я так утрироваю, например. Бывает такое, у нас тоже писали нам зрители, что налог начислен в большую сторону, да? То есть, например, большая сумма, и гражданин не согласен. Платить или не платить, пока не разберутся? Он может обратиться в налоговую инспекцию с этим вопросом. Налоговая инспекция, ну, в любом случае, необходимо запрашивать регистрационные органы. То есть, будет запрос в рег органы, и если данные уже подтвердятся, допустим, о том, что расчет сделан неправильно, в этом случае делается перерасчет, и в новом перерасчете будет указан новый срок уплаты. То есть, не 1 декабря 2017 года, например, а уже, потому что по налоговому кодексу, налоговое уведомление должно быть вручено за 30 дней, и с учетом вот этого 30-дневного срока рассчитывается срок уплаты. А пенни будут начисляться за тот период, пока разбирательства идут? Вот 1 декабря прошло, а мы сейчас с вами разбираемся? Нет, нет, не будет. Тогда от момента подачи заявления? Если будет сформировано новое налоговое уведомление, будет указан новый срок уплаты, и гражданину платит в этот срок уплаты, тогда в этом случае пенни начисляться не будут. А если люди сначала оплатили, а уже только потом поняли, что ошибка, как вот в такой ситуации действовать? Ну, в любом случае нужно обратиться в налоговую инспекцию, чтобы инспекция уже перепроверила расчет. И в том случае, если, например, по результатам будет выявлено, что излишне начислен налог, в этом случае можно обратиться с заявлением, с заявлением о возврате этого налога, излишне уплаченного в налоговую инспекцию. Оно рассматривается в течение месяца. Либо можно зачесть счет уплаты будущих платежей излишне уплаченной налога. Спасибо большое вам, Евгений Петрович, что пришли, рассказали. Все, нам будем надеяться, что у вас компания хорошо пройдет, и до 1 декабря все ответственные граждане заплатят налог. Спасибо большое вам, что пришли. Всего доброго. До свидания. Сейчас небольшая пауза. Вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Баня прямо в подвале. Почему в одном из домов Кирова техническое помещение напоминает парную? Письмо английской королеве. Актеры театра Наспасской отправили просьбу Елизавете II описать портрет настоящей принцессы. Награда из рук известной артистки за штокеровские актеры получили диплом на Всероссийском фестивале. Это «Дайвич» и мы продолжаем. Завтра не пропускать пешеходов станет дороже на 1000 рублей. Согласно измененному закону, штраф за это нарушение с 10 ноября увеличится и составит 2500 рублей. В областном ГИБДД говорят, такие нарушения не редкость, но не только водители ведут себя на пешеходных переходах неправильно. Сейчас у одной из самых популярных и одновременно самых проблемных «Зебр» находится наш корреспондент Дмитрий Житарчук. Дима, как там сейчас обстановка? Да, Света, привет. Добрый вечер. Ну, находимся мы на перекрестке Преображенска-Карла Марса вместе со старшим инспектором ГИБДД Михаилом Кирилловых. Поэтому водители нас видят издалека, мы под Светом, поэтому ведут себя корректно, пропускают пешеходов. Ну, на самом деле, ДТП на пешеходных переходах, в том числе в регионе, не редкость. Михаил, вот последние цифры какие по авариям с участием пешеходов? Ну, если смотреть последнюю неделю, то с 6 ноября на территории области произошло 10 наездов на пешеходов, 9 человек пострадали и, к сожалению, 1 человек погиб. Если обращаться к статистике за весь год, то из 138 погибших людей, только погибших, на территории области 60 являлись пешеходами. То есть, естественно, статистика, к сожалению, неутешительная. Виновники, вот если в процентном соотношении, там, пешеходы, водители, вот таких ситуаций? Из 60 человек, 37 пострадали, погибли по собственной вине. То есть, мы, опять же, говорим только про погибших, не про пострадавших. Михаил спрашивает водителей, то есть, как понять, что я нарушаю правила, то есть, не пропустил пешехода? Он стоит на бочне, он сделал уже первый шаг на зебру. То есть, в каком случае водитель должен пропустить пешехода? Ну, смотрите, начнем с того, что, во-первых, человек подъезжает к пешеходному переходу, он обязан снизить скорость, потому что это все-таки объект инфраструктуры, где могут появиться люди, они переходят дорогу по нему. И есть в ПДД четкое понятие, что такое уступить дорогу. Это не начинать, не продолжать движение. Если это вынудит других участников дорожного движения, в частности, пешеходов, имеющих по отношению к вам преимущество, как-то изменить направление, траекторию, либо скорость движения. Вот еще поговорим об увеличении штрафа за непропуск пешехода. Сейчас он будет 2500. Ну, вот, насколько, не слишком ли серьезное наказание, большой штраф за такое нарушение? Нет, не серьезное, потому что все равно, даже госинспекция не только Киевской области, а всей России беспокоена наездами на пешеходов, на пешеходных переходах. Потому что это связано с тем, что водители зачастую игнорируют требования безопасности, нарушают, превышают скорость. И, естественно, это, опять же, идет во благо пешеходов, которые пересекают проезжую часть. Стоит ли увеличить штраф еще для пешеходов, которые, да, сейчас платят, по-моему, 500 рублей, да, за переход в неположенном месте? Да, на сегодняшний день за нарушение правил дорожного движения пешеходами штраф составляет 500 рублей. Вот вообще увеличение штрафов на вашей практике как-то стимулирует, дисциплинирует наших и водителей, и пешеходов? Четко сказать нельзя, в любом случае покажет практика и статистика уже, когда мы будем обращаться за данный период времени к ней. Но можно сказать, что достаточно серьезное повышение, с полутора тысяч появляется вилка от полутора до двух с половиной, и уже лицо, которое будет означать наказание, будет выносить, будет решать, какую цифру уже вписывать. Ага, да, студия, еще вопросы? Есть вопрос к Михаилу Димы, вот спроси, пожалуйста, интересно, предусмотрено ли за это наказание, ну, будем так говорить, скидка, то есть две с половиной тысячи можно ли заплатить в ровно половину, или это очень грубое нарушение нельзя? И второй вопрос, будут ли такие массовые рейды или облавы вот в связи с новшествами? Можно заплатить, будет половину штрафа, если вот вовремя, да, мы гасим штраф, вот не две с половиной тысячи. Конечно, в данном случае данная норма действует в полном объеме, но все-таки давайте не будем забывать, что не всегда у нас водители виноваты в наездах на пешеходов. К великому сожалению, у нас пешеходы нарушают правила дорожного движения тоже нередко, и многие водители со мной согласятся, то, что кто вот ездит на машине, видит прекрасно, что люди, которые, люди, переходя дорогу, они, ну, многие просто игнорируют безопасность, многие переходят дорогу, надевают капюшон, некоторые слушают музыку в наушниках, некоторые разговаривают по телефону. Есть индивидуумы, которые все три от этих составляющих в себе совмещаются разом, и это не может не влиять на безопасность у человека, конечно, он просто не смотрит по сторонам и не может замечать приближающийся транспорт, хотя, хотя, в соответствии с правилами дорожного движения, он делать это обязан перед выходом на проезжую часть, неважно, по пешеходному переходу он переходит, либо по линии тротуара проезжую часть пересекает, он обязан убедиться в отсутствии приближающегося транспорта. Николай, за счет последней опросы студии, стоит ли ожидать какого-то, не знаю, пристального внимания к нашим водителям после увеличения вот этих штрафов, да, какие-то рейды, может, дополнительные появятся, там, впоследствии с завтрашнего дня? Нет, особо пристального внимания по данной статье, конечно, там, мы выделять не будем, потому что задача госавтоинспекции не наказать нам людей, не выписать какое-то большое количество протоколов, нет. Задача госавтоинспекции – это обеспечить максимальную безопасность на дорогах. И если законодатель принимает такую норму, если он устанавливает, то госавтоинспекция будет действовать в соответствии с требованиями действующего законодательства, никак иначе. Огромное спасибо, студия, на этом все. Эта ерунда и совершенно не страшна. Так, сотрудники управляющей компании, со слов самих жильцов дома на Чапаева-12, отреагировали на густой пар в подъезде. Своебразная баня уже негативно сказалась на квартире первого этажа. По сути, жилье медленно гниет. Могут ли так беззаботно относиться коммунальщики к утечке горячей воды в доме? Наша съемочная группа разбиралась в ситуации. Все везде, двери все сырые, вот видите, все сырое. Домофон не держит, потому что все сыро. Трубу с горячей водой прорвало в подвале, а последствия видны уже на пороге подъезда, показывает местная жительница Валентина Койкова. Три недели в подъезде парит, как в бане, рассказывает женщина. И вот результат. Все отпало. Валентине Койковой не повезло, живет на первом этаже. И за три недели, что в подвале бежит кипяток, успела натерпеться. Что там плесень? Пол размят и уходит из-под ног. Весь пол уходит под ног, видите? Вот здесь. Естественно, терпение у женщины однажды вышло. Пыталась добиться от коммунальщиков хоть какой-то информации. Сказали, идет утечка. Чего утечка? Что утечка? Мы не знаем. Нам никто ничего не говорит. Сказали, вроде как, отопление. Теплосетидык. Значит, отопление. Но больше шокировал женщину ответ ответственного лица. Вот вчера какой-то представитель приходил, сказал, мы открыли это, все показали. Он сказал, это ерунда. Это еще можно терпеть? Это можно терпеть, это не страшно. И что, я говорю, а кто нам дверь будет менять? Сами. Непоколебим и местный слесарь. Плесень на потолке, капли на дверях в подъезде объясняет процессами естественными. Для этого времени года. А отсюда там просто тепло уходит. Тут перепад температуры зимой. Неправда. Мы живем здесь 34 года. Такого раньше не было. Нет, ну здесь-то нет утечек. Ну вот сейчас-то вот. Нет, ну не может быть такой перепад температуры, чтобы капли на потолке были? Или это нормально вы считаете, что перепад температуры? Не знаю. Юристы считают, не стоит ждать другой погоды за окном или в доме. Необходимо собрать доказательства того, что из-за утечки в подвале портится имущество. В данном случае я предлагаю жильцам все-таки собрать инициативную группу и обратиться к соответствующим специалистам, экспертам, которые могут показать причинную следственную связь. Действительно, значит, произошло разбухание, то есть пришло в негодность, требуется, не требуется ремонт. Если требуется, то сколько. Ну и, соответственно, уже с данным заключением можно обращаться в соответствующие органы, в том числе и в суд. Как показывает судебная практика, все, кто шел таким путем, добились своего. То есть получили по суду компенсации за испорченное в результате коммунальных ЧП имущество. Дмитрий Ижитарчук, Николай Шихарбеев, Бюро новостей, Давича. Кроме неудобства страдает в таких условиях и качество проживания. Кстати, решение проблем, связанных с качеством, одна из самых приоритетных задач в экономике ведущих стран мира. Еще 28 лет назад по инициативе ООН был утвержденный Всемирный день качества. Принято его отмечать 2-й четверг ноября, то есть это сегодня. И поговорить о качестве мы пригласили заместителя директора по техническому регулированию Центра стандартизации, метрологии и испытаний Марину Анатольевну Лушукову. Марина Анатольевна, добрый вечер. Спасибо большое, что пришли к нам. Прежде чем мы перейдем к обсуждению, давайте определимся, что же такое качество. Есть понятие вот у этого? Ну, понятие качества, такое понятие растяжимое, это и безопасность, это и, собственно, какие-то качественные характеристики. Это вопросы контроля качества, это вопросы стандартизации, это вопросы метрологического обеспечения, то есть качественных достоверных измерений. Качество – это и сертификация, подтверждение соответствия продукции, требования нормативных документов. Поэтому понятие качества, оно формируется на разных этапах жизненного цикла продукции, и понятие для каждого, оно свое. А в чем измеряется качество? Ну, в чем измеряется качество? В качестве измеряется в тех требованиях, которые заложены, ну, например, в стандартах, да, национальных стандартах, технических регламентах, если это безопасность, вопросы... ГОСТ, СНИПы, САНПИны. Ну, СНИПы, САНПИны и так далее. То есть, в принципе, это те требования, которые закладываются в документах по стандартизации. То есть, качественно или некачественно помогает определить документ, где все прописано? В документе все прописано, да. А как определить, это уже испытания, измерения. Вот вы сказали продукцию, ведь не только продукцию качественно, хочется, например, чтобы была качественная городская среда. Вот это как-то можно измерить? Ну, есть у нас национальные стандарты на качество жизни. Население очень много сейчас стандартов направлено, в том числе и, так скажем, на техническое обслуживание дорог, например, в зимний и летний период, где все прописано, как, сколько, когда. Точно в том числе и на те услуги, которые оказываются населению. Вот недавно вышел стандарт, например, на клининговые услуги, стандарты на фитнес-услуги, которые получают наши потребители. Сейчас с выходом закона о стандартизации очень много стандартов направлено на повышение качества жизни населения. То есть, потребитель может узнать, в принципе, вот если вы сказали про клининговые услуги, да, вызывает, что может быть, а что не может быть. Да, да, вплоть до того, что прописаны такие требования, какие химические средства можно использовать, какие пятна, какие нужно выводить, так далее. Это очень важно, потому что это не только вопросы качественно как, но и вопросы безопасности тоже. То есть, качество, это понятие, включая в себя безопасность обязательно. А давайте с вами попробуем определить, качественно или некачественно. Вот есть такой блогер, господин Варламов, он недавно побывал в Кирове, но не то, что побывал, но сделал такую подборку материала, как, на его взгляд, обстоят дела со средой. Давайте посмотрим, попробуем оценить. Киров постоянно становится объектом насмешек известного в сети блогера Ильи Варламова. Накануне он раскритиковал открытие двора и детской площадки, на котором присутствовала глава города Елена Ковалёва. Модное пальто мэра и ноутбук звукорежиссёра блогер назвал самыми дорогими элементами на этой площадке. Напомню, что буквально месяц назад Варламов измеял и новые остановки общественного транспорта, которые были установлены в Кирове. В общем, они кладут бетонные плиты, такие, как аэродром строят, и на них делают остановки. Помнишь, мы с тобой ездили в Тулу, и там примерно такая же ситуация была, когда вот ровный тротуар, и к нему вела лесенка. Это просто... Это памятник... Но всё по ГОСТам. Транспортные чиновники России, они вот, как правило, каждый отвечает за свою какую-то отрасль, и вот транспортники, когда ставят такую остановку, они вот, может, даже думают, что они сделают людям лучше. Ведь люди будут ждать там не в чистом поле, а под крышей вот в такую погоду. Но они забывают, что как бы пассажиры должны как-то ещё дойти до этой платформы. Марина Анатольевна, я понимаю, что у нас ГОСТов с НИПов сейчас здесь нет. Давайте просто я вас спрошу, как человека, как жителя, как кировчанина, как вы считаете, вот качественно остановка, которую мы увидели в двор? Ну, понимаете, для того, чтобы определить, как бы измерить качество, конечно, нужно читать документы. Понимаете, потому что у каждого есть свой подход к оценке качества. Кто-то оценивает более критично, да, вот как в этом случае, кому-то это устраивает, например, да, но для того, чтобы вот не было, чтобы упорядочить вот эту оценку качества, для того, собственно, и существуют стандарты, где чётко прописываются определённые требования. Кому-то это может не нравиться, кому-то это будет более нравиться. У каждого свой подход к оценке качества, согласитесь. Вот, поэтому, конечно, на, скажем, на безопасность автомобильных дорог есть целый технический регламент, который, собственно, устанавливает тренинг безопасности, в том числе и обустройство вот этих остановок. Вот, к плитам тоже есть свои требования определенные. Более того, вам хочу сказать, что со следующего года выходит технический регламент о безопасности и аттракционных, и детских площадок вот этих. Выходят новые ГОСТы, которые вступят, он принят уже регламент, он вступает в действие, вот он со следующего года. И вступит ещё ряд, целый ряд стандартов, направленных вот на обеспечение качества и безопасности вот этих детских площадок. Поэтому... Моглас обывателя вот не возьмётесь оценить, хорошо или плохо? Просто как, вот как житель города? Ну, как житель города, я... Хочется качественнее, чтобы было как-то лучше. Ну, я хочу сказать, что город развивается в последнее время. Я не могу сказать, что вот так уж. Действительно, много чего лучшего, даже вот если посмотреть, сейчас остановки обустроены таблоидами, да, электронными. Интересно. То есть я могу оценить, что это хорошо. Это, в принципе, внедрение новых стандартов. А то, что мы увидели? А? А то, что мы увидели остановки? То, что остановки... Ну, я не скажу, что мне неудобно, например, пользоваться. То есть, ну, как-то я не так критична, наверное, к данным... Осторожней, Читилу, Марина Анатольевна, это ваше право. Я бы отнесла эти вопросы к вопросам экспертов все-таки. Оценить, как. У нас остается не так много времени. У меня вот какой еще вопрос. В этом году в мае начала действовать национальная система сертификации. Мы делали об этом материал. Давайте напомним зрителям, вот если очень сжато, что это такое? Национальная система сертификации, она направлена на то, чтобы защитить нашего потребителя, скажем, от недостоверной информации о национальных стандартах. Вы знаете, что зачастую наши сейчас производители, которые не являются далеко добросовестными, используют знак ГОСТ как рекламу. Да, совершенно верно. Это продукция вообще близкая, не ГОСТовская, там ничего нет. Более того, еще и выявляется фальсификат, там много продукции. И, конечно, вот чтобы защитить потребителя, дать правильному выбору, вот сейчас введена национальная система сертификации. С мая этого года, она направлена на подтверждение соответствия продукции, которая маркируется знаком ГОСТ путем жестких достоверных испытаний этой продукции. То есть, за счет теперь получают только те, кто прошел прям жесткое исследование? Кто прошел оценку соответствия именно в региональных центрах государственных, как наш, да, которые имеют аккредитованные испытательные лаборатории, которые имеют органы по сертификации, экспертов, специалистов в этой области. Много ли кировских предприятий уже на данный момент? Ну, на сегодняшний день у нас уже восемь предприятий, продукции гораздо больше. Есть предприятия, которые заявили вообще всю продукцию, которую не выускают по ГОСТ. Не боятся, молодцы. Требования не боятся, да. Но это действительно достойные предприятия. Ну, вот вы сегодня, наверное, видели сюжет, посвященный качеству квас наш, заслужил знак качества Роскачества, и этот квас попал тоже в национальный рейс, маркированный знаком ГОСТ. Мы, Марина Анатольевна, в начале сегодняшнего дня в нашей группе ВКонтакте объявили голосование, предложили кировчанам ответить на вопрос, как они считают, качественная или некачественная именно продукция в Кирове. И вот результаты показали, что 74% проголосовавших считают, что да, продукция отечественного производителя качественная. 13% покупают только импортную, и еще 13% ответили, что производят продукцию сами. То есть, получается, все-таки отечественные продукты становятся более популярны. Да, но это на самом деле тоже соответствует действительности, потому что мы недавно тоже проводили опрос потребителей, насколько потребитель доверяет ГОСТу продукции. Примерно около 80% действительно потребителей обращают на это внимание при выборе товара. А если уж еще это отечественный наш производитель кировский, ну действительно у нас достаточно много производителей добросовестных. Последний вопрос у меня будет к вам. Как определить, качественный товар или нет? Вот просто на первый взгляд в магазине покупателя? Ну, на первый взгляд, конечно, по качеству упаковки не определишь, как она красива, но хотя бы, если ты знаешь производителя, если он кировский, вятский производитель, во всяком случае, ты ему можешь доверять и покупать этот продукт. Ну, на срок годности, конечно, нужно обязательно обратить внимание, внешний вид, если это возможно увидеть. Ну и, конечно, было бы неплохо, если бы потребитель спросил, предоставьте мне документы, которые подтверждают качество продукции. Сейчас производитель, поставщик в торговлю обязан информировать о наличии декларации о соответствии. Ну, хотя бы в безопасности продукции мы должны быть уверены. Можно спросить информацию о декларации? Она указывается в товаро-транспортной накладной. Всегда по номеру декларации можно в реестре узнать, действительно эта продукция безопасна или нет. Спасибо большое вам, Марина Анатольевна, что пришли. Очень полезная информация для наших зрителей. Спасибо. Ой! Итак, мы продолжаем дальше. Подвели итоги года в библиотеке имени Герцена прошла... Подвели итоги года представители АНЭ в библиотеке имени Герцена прошла конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта. Проводится она ежегодно, и на ней собираются активисты и представители различных органов власти. В этот раз в конференц-зале библиотеки собрались 65 человек, собравшиеся обсудили различные проекты народного фронта. Например, генеральную уборку. Этот проект направлен на ликвидацию несанкционированных свалок. Также подвели итоги по работе дорожной инспекции и благоустройству городской среды. Кроме того, на конференции приняли в штаб несколько новых членов народного фронта. К слову, на встречу внесли ряд новых предложений, над которыми активисты будут работать уже в следующем году. Конференция проходит у нас раз в год. Она проходит с целью подведения итогов той работы, которую мы проделали за год. С целью выявления каких-то проблем, которые как на нашем оригинальном уровне, так и на федеральном уровне были подняты нашими активистами. Выработка предложений для органов власти о том, как мы видим пути решения этих проблем. Больше 6 тысяч жителей области заболели ОРВИ. Это только за неделю данные озвучили в областном Роспотребнадзоре. Среди заболевших 70% это дети. В целом же показатели заболеваемости во всех возрастных группах ниже эпидемиологического уровня. Также специалисты отмечают, что в регионе почти завершилась прививочная кампания против гриппа. Около 70% детского населения прошли иммунизацию, а в целом чуть больше 40% от общего количества жителей области. Добавлю, что это результаты массовой прививочной кампании. И теперь желающим к медикам придется обращаться в индивидуальном порядке. Еще эпидемиологи напоминают кировчанам, что прививка – это наиболее эффективная мера против гриппа. Однако в период роста заболеваемости стоит применять и другие профилактические меры. Например, закаливание, проветривание и уборка помещений, полноценное питание и личная гигиена. О других новостях города и области по версии портала 9.ру расскажет главный редактор этого сайта Дарья Михеева. Здравствуйте, студия. Сегодня начну с хорошей новости. Несколько кировских туристических маршрутов стали призерами Всероссийской премии «Маршрут года-2017». Ее финал состоялся на днях в Казани. На премию было заявлено 446 проектов из 67 регионов страны. Три туристических маршрута представил и Центр развития туризма Кировской области. В результате все они завоевали призовые места. Проект «Дымка» получил гран-при в номинации «Лучший маршрут по местам бытования народных художественных промыслов». Проекту «Вятка театральная» Жори присудила первое место в номинации «Лучший маршрут в городе». А обладателем третьего места в номинации «Лучший маршрут на действующее производство» стал проект Кировской фабрики игрушек. Перейду к происшествиям. Минувшие сутки в Кировской области были зафиксированы 8 пожаров. Один из них произошел в городе Кирове на улице Воровского. Там в огне сгорел автомобиль «Киосид». Ориентировочный материальный ущерб составил полмиллиона рублей. Еще один серьезный пожар произошел в деревне Пахотное Малмышского района. Там сгорел частный жилой дом. В огне погибли семь свиней и одна корова. Предполагается, что возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводов. А в деревне Колбин Шабалинского района пожар уничтожил 4 тонны гриба чага. Они хранились в специальном помещении для сушки, где и начался пожар. На данный момент причина возгорания уточняется. Кировчане заплатят более 350 тысяч рублей за незаконную торговлю. Такое решение было принято после рейдов администрации. В этом году в городе уже прошли более 200 проверок. Комиссия рассмотрела 313 протоколов об административных правонарушениях. В результате к ответственности привлекли 107 кировчан. Отмечу, что факты несанкционированной торговли товарами и продуктами питания чаще всего фиксировались на пересечении улиц Попова и Щерса, а также на улице Московской, Милицейской, Проезжей и Ленина, в районе автовокзала и Новомакарьевского кладбища. Поделюсь еще одной новостью. Стало известно, как театральную площадь оформят к Новому году. Планируется, что найти цели из городского бюджета выделят 13 миллионов рублей. По традиции центральное место на площади займет новогодняя ель. Рядом будут установлены скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также скульптурные композиции, театральная маска и лира. Вокруг ели возведут большую горку с четырьмя скатами и лабиринт. Рядом с последним установят две горки для малышей. Кроме того, на театральной площади появятся сцены кукольного театра с героями из сказки Буратино, а фонтан вновь будет оформлен в виде елочного шара. Традиционно на главной площади города зальют каток и поставят торговые ряды. Это были самые интересные новости по версии портала 9к.ру. Студия, передаю вам слово. Спасибо, Даша. Сейчас небольшая пауза, а после расскажем, о чем попросили актеры театра «Наспаска» и «Английскую королеву». Будут и другие новости. Реклама пройдет быстро. Это «Давича» и мы продолжаем. «Кактус и фиалка» – спектакль с таким названием «Три кировские семьи» показали в Москве на Всероссийском фестивале семейных театров. Итогом выступления стала победа в номинации «Самые выразительные костюмы». Награду кировским артистам вручала известная российская артистка Ольга Будина. За что именно получили диплом кировчане, расскажем далее. Действие спектакля развернулось на обычном подоконнике. Роль фиалки в этой сцене сыграла Мария Леденцова. Для нее это роль первая, ведь девочка занимается не театральным искусством, а хореографией. Но, призналась, новое занятие ей пришлось по душе. Я играю роль фиалки. Есть большая фиалка, и у нее дочка, маленькая фиалка. И мы видим такие веселые, жизнерадостные. «Кактус» это не нравится, он там злой такой персонаж. И мне понравилась эта роль, такая хорошая, веселая. А злого персонажа «Кактуса» играла настоящая мама Марии, Наталья Леденцова. Женщина давно увлекается игрой на сцене, но тем не менее, она со своей семьей и другие артисты готовились к выступлению основательно. Репетировали очень добросовестно. И мы как бы старались очень, мы хотели завоевать. У нас наша цель была занять призовое место. Но в результате, по крайней мере, нам дали приз за костюмы. У нас были очень оригинальные костюмы, и жюри это очень отметила. И отметила это дипломом. Поэтому мы довольны результатом. Костюмы им помогали шить костюмеры Заречного дома культуры. Именно на этой сцене артисты репетировали и готовились к поездке на фестиваль. А постановкой спектакля занималась режиссер Народного театра дома культуры Валерия Дмитриева. Жюри также отметила и сценические слова актеров. Все они разговаривали на выдуманном цветочном языке. И вот это меня тоже привлекло, что это вот откуда-то из семьи, из детства. Вот этот такой язык, немножко вот такой тарабарский, цветочный, можно сказать. Но было, конечно, под настороженность, что вдруг не поймут. Но все поняли, и вот как раз жюри мне это очень понравилось. Фестиваль проходил всего в третий раз, и каждый год Валерия Дмитриева принимала в нем участие с разными спектаклями. Собирается туда и в следующем году. Но кого возьмет с собой и какой спектакль подготовит, пока не решила. К слову, одним из членов жюри фестиваля семейных театров традиционной была актриса Ольга Будина. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. А вот артисты профессиональные, которые работают в театре на Спасской, вышли за рамки сцены. И во время подготовки к новому спектаклю написали письмо английской королеве. Они обратились к Елизавете Второй с просьбой выступить экспертом в деликатном вопросе, который связан с премьерой нового спектакля «Роза и Соловей» по мотивам сказок Андерсона. Его главный герой, принц, никак не может решить для себя один вопрос. Как отличить настоящую принцессу от ненастоящей? Артисты театра надеются, что английская королева опишет портрет настоящей современной принцессы, после чего актеры смогут точнее и глубже раскрыть характеры своих героев, принца и принцессы. Письмо в Букингемский дворец артисты уже отправили. Сейчас надеются, что почта России не подведет, и они получат ответ уже к премьере, которая запланирована на 24 ноября. Завтра исполняется 100 лет со дня образования советской милиции. Как будут отмечать этот праздник охранники правопорядка, об этом событии завтрашнего дня расскажет редактор Екатерина Зубарева. Сейчас она к нам присоединится через две минутки, а также расскажет еще о том, что будет завтра. Привет, Света. Давай очень-очень кратко, что, как завтра будут отмечать праздник? Значит, завтра в 10 утра на Ленина 96 пройдет праздничный концерт. Не знаю точно, будут ли награждать отличившихся сотрудников полиции, но, скорее всего, будут, потому что это ежегодное мероприятие. Будут присутствовать первые лица города и области, депутаты законодательного собрания, ну и сотрудники ветераны полиции. Будут все. Еще одна новость буквально про завтра. Завтра пройдет процедура публичных обсуждений кандидатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Нового бизнес-омбудсмена будут обсуждать, в том числе Игорь Васильев. Но не выберут, просто обсудят. Сначала обсудят, да. Шесть кандидатов, как мы знаем уже, в том числе и наш экс-бизнес-омбудсмен тоже участвует в этом конкурсе. Да, завтра они все представят свои программы, не знаю, что в них будет, но какие-то программы, как они видят, видимо, взаимодействие с предпринимателями и с властью. Вот на этом все. В общем, завтрашний день обещают быть интересным, да. Я думаю, что еще другие события будут, расскажем уже завтра в выпуске. Спасибо, Катя, но пока мы продолжим и расскажем о погоде. Точнее, расскажу не я, а Надежда Шабалина, она подготовила прогноз на 10 ноября. Здравствуйте, о погоде на пятницу, 10 ноября расскажу вам я, Надежда Шабалина, спонсор прогноза погоды Киа Автомотор. Платиновый дилер Киа в Кирове, улица Московская, 166, напротив метра. Предложение, которое не оставит вам выбора. Киа Спорт Эйдж в наличии с выгодой до 149 тысяч рублей. И зимняя резина в подарок только у платинового дилера Киа, Киа Автомотор. Мы на Московской, 166. Звоните 523-00. По данным метеорологов, ноябрь 2017 года ожидается значительно теплее климатической нормы. Так, по данным гидрометцентра, температура воздуха положительная в ноябре будет минус 1 градус. В сравнении, в ноябре 2016 года температура воздуха доходила до минус 25 градусов. Таким образом, ноябрь 2017 года будет несопоставимо теплее прошлогоднего ноября, который отличался аномальными морозами, отсутствием оттепелей и большим количеством осадков в виде дождя и мокрого снега. А теперь подробнее расскажу о том, какая погода ждет жителей региона в пятницу 10 ноября. В Кировской области ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. В Узе, Слободском и Нолинске 0 градусов. В Кирсе минус 1. В Яранске, Ветских Полянах и Котельниче плюс 1 градус. В городе Кирове днем ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха 0,2 градуса ночь. В городе минус 1,3. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Ветер подует южный со скоростью 3 метра в секунду. Относительная влажность воздуха будет 81%. Магнитное поле слабо возмущенное. Это был прогноз погоды на 10 ноября. И у меня на этом все. Желаю вам хорошей пятницы. Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Новости на этом заканчиваются, но информационный вечер на Девятка ТВ продолжается. Ровно в 20 часов стартует журсовет. Сегодня у нас в гостях артист и режиссер театра Наспаска и Захар Пантелеев. Разговор будет о цензуре. Не пропустите эфир. Ну а на этом я с вами прощаюсь. В студии работала Светлана Халявина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин